Добрый вечер! Пришло время подвести итоги этой недели. Только факты. Вы генерала Кардышева и нынешние поколения ничего не знали. Зато все хорошо знают, кто такой генерал Вес. Куда может завести грива истории? Не пяди родной земли. Семь лет все было нормально. Сейчас, когда построили дома, коробки в этом году подняли, началось. Почему федеральные земли худшемок стали частными? И нелегкая служба епископа Иоанна. Бывает, что четыре дня подряд этические литургии в разных районах. Как крепнет православная вера при поляне? В начале о событиях, которыми запомнятся эти семь дней. Наиболее значимые детали недели напомнит Таисия Жакова. Более 10 тысяч гостей узнал о национальной культуре коми на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. На площадке всежелающие знакомились с музыкальными инструментами, традиционными танцами, языком и даже читали коми-рэп. В делегацию из республики вошло 69 участников и еще 50 волонтеров. На одну из дискуссионных площадок выделилась сыктывкарский педагог Елена Шилова. Благодаря ее инициативе в России теперь может появиться реестр талантливых наставников. Есть такой пока только у учеников. Тема развития моногородов, экологического состояния Арктики и научного сотрудничества в нефтегазовом и сельскохозяйственном секторах экономики обсудили на конференции Европейская зона российской Арктики в Сыктывкаре. Среди выводов необходимость более тесного сотрудничества с крупными предприятиями и развитие целевого обучения, которые помогут зарастить новых специалистов для освоения Арктики. Пока что одной из восьми опорных зон освоения территории от Коми является только в Иркута. Однако, отмечают эксперты, в карту Арктической зоны в будущее могут войти Усинск, Инта и Усть-Цильма. Животноуческие хозяйства региона к зимнему периоду готовы. Об этом главе Коми доложил вице-премьер правительства республики Анатолий Князев. На зимнее стойловое содержание поставлено более 19 тысяч голов скота. В среднем на зимовку одной условной буренки заготовлен 21 центнер кормов. При среднероссийском показателе 17,5. Также завершена реконструкция коровников в селе Старожевск Карткировского района и в Шошке Сыктывдинского. Вот-вот будут достроены новые помещения в Чернутьево-Ударского района и Чухлами-Сысельского. В Карткиросе строится семейная птицеферма по выращиванию перепелов. А в Кожмударе и в деревне Гария животноводческие фермы. У республики нет невыполненных обязательств по майским указам президента в части социального обслуживания граждан. Об этом заявил министр ведомства Илья Семяшкин. Текущие планы войти в федеральные программы по реконструкции деревянных зданий, интернатов и строительству новых. Продолжится работа и по обеспечению доступности различных учреждений для инвалидов. В рамках проекта «Доступная среда» за следующий год ведомству предстоит адаптировать 59 организаций. Своё 70-летие отметил главный спортивный бренд республики Сыктывкарский строитель. Красочное представление чередовалось визуальной инсталляцией исторических страничек развития русского хоккея. От имени главы коми спортсменов поздравил вице-премьер Анатолий Князев, заявив, что такого духа единства он не ощущал уже давно. На улицах Воркуты появились полотна известных художников. Отремонтированные и окрашенные фасады украшают пока шесть репродукций картин Аркадия Рылова, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и Исаака Левитана. Все авторские права соблюдены. На то есть договор городского музейно-выставочного центра автора идеи Стретьяковской галереи. В Сыктывкарском университете имени Петерима Сорокина снова книжный скандал. В серии благотворительных книг, пришедших от фонда Сороса, сотрудники вуза обнаружили издание с идеологически однобоким освещением событий Второй мировой и послевоенной жизни Советского Союза. Находка подвигла преподавателей опорного вуза региона выработать четкую единую позицию в освещении исторических фактов. Слово Максиму Васильеву. На столе у проректора по административной и социальной работе Сыктывкарского университета Дмитрия Пинаевского труд американской журналистки Энн Эпплбаум. Железный занавес «Подавление Восточной Европы». Серьезный такой труд, от них источников здесь страниц 40. В университетскую библиотеку книга попала в виде благотворительности, эдакой подарочной серии от польского консульства в Санкт-Петербурге, в издательстве безобидного, на первый взгляд, фонда Сороса. Того самого Джорджа Сороса, который еще в 90-х, а затем и в начале нулевых пытался внедрить свои идеи в российское образование. Открыто называл себя благодетелем и требовал трансформации гуманитарных дисциплин в школах. Достаточно сказать, что в российских, заметьте, учебниках по истории, изданных на его деньги главными событиями Второй мировой войны, названы американские битвы в Египте, а Сталинградская битва и сражения на Курской дуге упомянуты как проходные непримечательные боестолкновения. В идеологическую теорию «хочешь победить врага, воспитая его детей» это смещение акцентов укладывается очень хорошо. Подвиг Александра Матросова транслируется таким образом, что он просто вспоткнулся и случайно упал на дот. Вот подвиг Зои Космодемьянской вообще говорит о том, что она была психически нездоровой, и, соответственно, все ее действия были обусловлены ее психическим состоянием. Про генерала Карбышева нынешнее поколение ничего не знает, зато все хорошо знают, кто такой генерал Гласов. Идет фактически своеобразное создание нового исторического героя. Идет фактически оправдание и героизация коллаборационизма, что, на мой взгляд, является крайне опасным. И вот с этим нужно прежде всего, как бы этому нужно противостоять. Об одной такой попытке влиять на неокрепшие умы студентов мы уже рассказывали в марте этого года. Тогда вот в такой же подарочной серии для Сыктывкарского университета имени Петерима Сорокина сотрудники университета обнаружили книгу «Эвы Крылюк» с махровой пропагандой гомосексуализма. Отправитель презентов – все то же польское консульство в Санкт-Петербурге. Причем экземпляры едва ли не лично отбирала директор Польского института в Санкт-Петербурге, руководитель отдела культуры, генерального консульства Республики Польши в Санкт-Петербурге, и, по сути, заметит дипломат Наталья Брышко-Запор. И для меня она тогда отвечать отказалась. Нет, этого я вам не буду абсолютно комментировать. Я к этому никак не причастна. Нет, 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 как вас зовут? Саша. Нет, Саша, я этого не буду комментировать. Не могу, не имею права, совершенно не имею точки зрения. Нет, 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 исключено, абсолютно. Но у вас есть свои точки зрения. Нет, нет, нет. Вы знаете, я чиновник и дипломат. Я у вас работаю. Я не имею никакой личной точки зрения на темы, которыми я не занимаюсь. Вот это вот моя работа. То, что я приехала, то, что мы делаем, открываем выставки. И то, что мы пытаемся налаживать контакты напрямую, горизонтальные контакты. Горизонтальные контакты в свете гомосексуальной пропаганды вовсе не те отношения, на которые рассчитывался Ктывкарский университет. В тот раз пробить его идеологическую защиту не удалось. Но попыток это сделать меньше не стало. А теперь вернемся к фолианту Эпплбаум. Исторический период, который он затрагивает, период оккупации побежденной гитлеровской Германии войсками союзников. Как известно, завоеванная территория была разделена на четыре зоны между войсками-победителями. В «Железном занавесе», впрочем, речь идет только о советском секторе, в котором, дескать, коммунисты устроили настоящий ад. Идеология СССР здесь, по сути, равнозначно фашизму и нацизму. Одна тирания заменена на другую тиранию. При этом фактически ничего не говорится о том, о какие же ресурсы были направлены Советским Союзом на восстановление экономики народного хозяйства этих стран Восточной Европы. При том, что сам Советский Союз находился после войны в страшной разрухе. При том, что 1946-1947 год – это не урожай и как результат голод. Такая же ситуация складывалась не только в СССР, такая же ситуация складывалась в целом в Европе. Европа вся находилась в разрухе. Но почему-то в этой книге ни одним словом не упоминается план Маршала, который США начинает реализовывать с 1947 года и который становится такой экономической составляющей холодной войны. Под видом помощи простым людям во Франции, в Западной Германии, в 16 странах, принявших за океанскую милостыню, сбыть обвещавшей Европе заряжавшийся товар. А взамен мелочь. Задраные брюки, суверенитет, затушенку, базы, неограниченный доступ к сырью, подробная информация. Стоит ли толковать о такой чепухе? Внедрить извне попытки пересмотра итогов Второй мировой войны в России были всегда. Но посеять зерно сомнений в исторической памяти поколения наших родителей было делом безрезультатным. Другое дело сейчас. Именно об этом говорили на специальном форуме историков в Сыктывкарском университете. Как историческая трактовка может влиять на общественную консолидацию и национальную безопасность? Идеологическая борьба, которая не вчера придумана, не только против нашей страны ведется, подразумевает прежде всего разрушение, дискредитацию системы смыслов. Вслед за этим идет разрушение системы управления, ну и, так сказать, похороны государства. Мы это видели в деле совсем недавно, когда разрушали Советский Союз, державу, которая довела Гитлера до самоубийства. В общем-то, казалось, что нет желающих защитить после многолетней идеологической прививки и промывания мозгов. То, что сейчас происходит на территории бывшего СССР, в том числе на Украине, это прямое следствие экспериментов над общественным сознанием как раз с помощью истории. Роль учителя в этом смысле сегодня ключевая. Для некоторых современный профессиональный историк – это скорее статистик, считающий, сколько у кого было пушек, сколько штыков и как повлиял на сражения географический ландшафт. Но это на Западе. У нас свой путь. Учитель, в первую очередь, проводник к пониманию таких понятий, как патриотизм и любовь к Родине. Вне зависимости от политических пристрастий. Таким, как был, например, Петерим Сорокин, несмотря на все его сложные политические отношения с Россией. Некоторые винят Россию за все, что бы она ни делала. Если ее армия отступает под натиском германских полчищ, то она виновата в этом. Если же Красная Армия принуждает германские легионы к отступлению, эти критики опять запугивают нас опасностью вторжения московитов в Европу, смертельной угрозой для всей цивилизации. Что может произойти, если победят эти скифы 20 века? Их настоящая цель – видеть население России и ее культуру уничтоженными, и землю, свободной от таких отбросов. Вот так вот и запели они в унисон с Геббельсом, Гитлером и компанией. А вот вам напоследок такой любопытный факт. Институт социологии Российской Академии Наук опубликовал доклад под названием «Российская идентичность в социологическом измерении». Так вот, в 1998 году победу советского народа в Великой Отечественной войне предметом национальной гордости считали 84% респондентов. В 2007 – уже 67%. В Коми тем временем успешно завершается реализация проекта «Комфортная городская среда». Риски невыполнения программы в региональном министерстве строительства исключили, а значит финансирование наш регион получит и в следующем году. Напомню, весной республика стала одним из первых субъектов России, получивших федеральные деньги на благоустройство дворов и мест общего пользования. О предварительных итогах проекта Александра Головина. Образцово-показательный двор. Не иначе. Так теперь называют свою придомовую территорию жители этого дома Емвы. Ровный асфальт, скамейки, урны, дворовой апгрейд пришелся на это лето. Дом попал под федеральный проект «Единая Россия. Городская среда». Год назад у нас было здесь это болото, озера, можно сказать. А когда программа начала работать, нас провели вот здесь, асфальт уложили. И жильцам просто это стало как-то неудобно за нашу территорию. А дальше уже сами. Сначала украсили двор резными фигурками, позже пришла мысль привести в порядок парковку. Обсуждениями, спорами, но все же пришли к общему знаменателю. Собрали деньги, кто сколько может. Получилось почти 50 тысяч рублей. Отсыпали щебнем территорию. В планах облагородить зеленую зону, детскую площадку. В общем, совершенству нет предела. Здесь теперь это знают точно. А еще, говорят, желание всегда было, но мотивации не хватало. Мол, почему мы, а не власти, например? И кто бы мог подумать, что своеобразным толчком станут свежевыстеленный асфальт и пара скамеек. В основном оценка положительная. И многие ждут продолжения этой программы, так как все знают, что она работать должна и 18-м, и 22-го года. И сейчас мы набираем перечень тех дворовых территорий и общественных пространств, которые нужно будет за этот период также благоустроить. Вообще, такой масштабной работы по ремонту дворов, парков, скверов в России, пожалуй, не было лет 30. Регионам выделили миллионные гранты на обновление внешнего вида. Главное требование в программе участвуют столица и моногорода. И, конечно же, софинансирование работ субъектом и самими муниципалитетами. 250 миллионов рублей. У нашего региона сумма вышла приличная. Сыктывкару, как столице, досталось больше остальных. Здесь работы развернулись в начале лета. С инспекциями на улице города координаторы выходили неоднократно. Здесь необходимо сделать либо какой-то скат, либо добавлять какую-то ступенечку, либо что-то еще придумать, чтобы уменьшить высоту перепада. Потому что это большая проблема не только для колясочников, но мама с коляской будет идти, то есть ей проблематично будет поднять вес большой. Пожилые люди тем более. Из 116 запланированных к благоустройству объектов половина готова. Сейчас программа на финишный прямой. Попал в проект и Мичуринский парк. Создание максимально комфортной среды – это, конечно, сегодня главная задача. В части мест отдыха она становится особенно актуальной. На пользу и для горожан, и для туристов. Такая модернизация должна существенно отразиться и на имидже республики в целом. Ведь что ни говори, осудят по обложке. Все познается в сравнении. Двор стал замечательный по сравнению с тем, что было. Возможно, какие-то есть недочеты, но мы их не видим, потому что асфальт красивый, ровный. В Эжве работа кипела так же все лето. Здесь привели в порядок больше двух десятков дворов. Асфальтировали, меняли бордерные камни, уличные светильники. В рамках этой программы благоустраиваются дворовые территории. У нас 22 двора в Эжве. И шесть территорий общественного пользования. Вот вы видели пешеходные зоны на улице Славы. И вот этот бульвар – это одна из этих шести общественных территорий. Жильцы одного из дворов выступили за обустройство детской площадки. Вообще, учет пожеланий самих граждан и их непосредственная причастность ко всему процессу – одно из важных условий реализации федеральной программы. И, что важно для самих горожан, такие правила оказались непривычными. В Жешерте, например, до последнего не верили, что их обсуждения выльются во что-то реальное. С учетом того, что долгие годы у нас ничего в рамках благоустройства системного практически не делалось, конечно, было очень сложно людям доказать, что это действительно будет, что это реально. В этом году здесь это все состоялось. Есть пример, во-первых, для Жешерта и для наших других населенных пунктов. Прежде всего, это Айкина и Микунь, которые могут войти в комфортную городскую среду на ближайшие годы. Это будет, конечно, примером, что вот действительно это реально сделать. В качестве примера для района шесть свеженьких дворов и три территории общего пользования, в числе которых и Поляна Невеста, еще современная спортплощадка. Федеральный проект, инициированный партией «Единая Россия» долгосрочный, продлится до 2022 года. Так что еще есть время осмотреться вокруг и понять, что еще так хотелось бы изменить. На следующий год мы точно знаем, что уже цифру 132 миллиона – это федеральные деньги. Также будет добавлено обязательно республиканское финансирование. Общая сумма мы планируем около 220 миллионов рублей. Но будут не только много города включены, но и другие поселения. Это по республике 44 поселения. Те, кто смогут вовремя сдать документы, подготовиться, тоже будут участвовать в конкурсе и получать средства. Понятно, что комфортной среды достоин каждой, но пока в приоритете те, кто хоть немного неравнодушен к происходящему вокруг. Программа расширяет перечень. Поселения сами будут решать, на что отправить выделенные деньги без ограничений на дворы и тротуары. Вместе с Минстроем Республики Коми на следующий год мы будем дополнительно включать некоторые позиции, которые в муниципалитетах должны будут исполняться. Это абордирование тротуаров, это обязательно освещение, некоторые другие моменты, те, которые должны будут в качестве технадзора, которые должны будут проверять качество работ, качество материалов, сроки, соответственно, и все остальное. Работы впереди, очевидно, еще много, но дело с мертвой точки определенно сдвинулось. И речь даже не про ямы и асфальт. Важно другое. Сделан и большой шаг к налаживанию простых, человеческих и даже соседских отношений. Ведь если договориться и принять определенные правила игры, именно сообща можно добиться желаемого результата. Даже в непростых коммунальных вопросах, которые долгое время оставались нерешенными. Сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим. На этой неделе Сыктывдинский районный суд продолжил рассмотрение иска в отношении местных властей и двух сельчан. Представители Министерства промышленности Коми и Комитета лесов оспаривают правомощность строительства на выделенных администрацией участках жилых домов. Земельные участки, как выяснилось совсем недавно, принадлежат Государственному лесному фонду. О том, как решается сейчас этот непростой вопрос, расскажет Наталья Литкевич. 13-й километр трассы Сыктывкар-Вятка – место поистине мистическое. Больше 10 лет здесь, на землях сельского поселения Вильгард, полным ходом шло строительство индивидуального жилья. Для многих свой надел и просторный дом лучше любой квартиры. Тем более, что цены на благоустроенные квадратные метры в райцентре Сыктывдина сильно кусаются. Вот и Владимир Гавзов возвел дом для себя и семьи на приобретенном в 2011 году участке. Сделку на свои сутки Владимир оформил чин по чину и даже зарегистрировал в кадастровой палате. Получив материнский капитал, приступил к возведению личных хором. А в прошлом году начались чудеса. Год назад я расчистил вторую половину участка, срубил лес, вызвали полицию. Но так как у меня документы были все в порядке, меня как бы все закрыли, все без проблем. У Григория Кононова документы тоже были в порядке. Свои 22 сотки в 2015-м он арендовал на 20 лет под индивидуальное жилищное строительство у администрации Вильгарта. В 2016-м стал расчищать участок от леса, но за вырубку деревьев на него завели уголовное дело. Якобы по заявлению соседей. В материалах дела сначала фамилия Доллингер. Даже сразу не вспомню еще кто там был. Запомнилась почему-то Доллингер фамилия. Она получается обратилась в полицию, что ведется незаконная рубка леса. А вот и то самое заявление в полицию. Подпись Натальи Владимировны Доллингер. Которая, к слову, оказалась, конечно же, совершенно случайно, аж заместителем главы администрации Сытовдинского района. Причем как раз по земельным делам. И сумма ущерба подсчитана – миллион двести тысяч рублей. Сегодня люди разные. Сосед с соседом может дружить, а может не дружить. То есть тут уже как бы не в этом даже дело. Почему? Поступил сигнал, соответственно, мы попробовали разобраться, и ситуация сложилась таким образом. Но я хочу сказать, что ситуация сегодня получилась и сложилась таким образом не по вине администрации поселения. Ситуация сложилась и впрямь сказочная. По всем документам и принятому в 2010 году градостроительному плану райцентра, эти участки на 13-м километре – земли поселения, и предназначены они для строительства жилья. Однако вместе с первым заявлением претензии к нашим героям тогда предъявил и главный сыгдовкарский лесничий Николай Зыков. Однако уголовное преследование правоохранители, разобравшись, прекратили за отсутствием состава преступления. А обоих заявителей чуть не привлекли за заведомо ложный донос. Но обошлось. Не корысти ведь ради. Время оттянулось, то есть мы в прошлом году строиться не смогли. Вот в основном работы проводились уже в этом году. В ходе проверки стражи порядка выяснили. Участок, где якобы незаконно вырубили лес, расположен в границах населенного пункта Вильгард. А раз так, какие к Кононову и Казову претензии? Оказалось, претензии есть у Министерства промышленности и транспорта КОМИ. И не только к нашим героям, но и к администрации села. По факту, значит, предоставление данных лесных участков было сделано муниципальным образованием незаконно. А почему такая ситуация возникает? Ну, очень часто, значит, получается так, что муниципальное образование, предоставляя те или иные семейные участки, смежные с лесным фондом, не проводят согласование с лесничеством конкретно по данному участку. Кто, что и почему не согласовал, на этой неделе выясняли в Сыктывдинском районном суде. В рамках иска, цитата, об истребовании из незаконного владения земельного участка лесного фонда, заявленном Минпромом КОМИ. Перед нашими героями замаячила перспектива и вовсе расстаться со своими сотками на мистическом 13-м километре. Когда государственные органы разбираются между собой, кто какую норму нарушил, интересы личности человека не должны страдать. То есть представьте, что все, землю шли лесфонда, по неофициально 22 участка, сколько там людей, и стоимость работ проведенных, это же все потом подают иски на администрацию, которая незаконно выделила эти земли. Администрации села и района теперь своих соответчиков Кононова и Гавзова поддерживают и считают, что в сложившейся ситуации виноваты лесничие. Проблема эта связана с тем, что лесные квартала сегодня не стоят на кадастровом учете. Не обозначены они в координатах поворотных точек. И поэтому сегодня администрация не располагала всей информацией, и вот поэтому таким образом ошибка произошла. И Росреестр, соответственно, на кадастровый учет земельный участок тоже поставил. Если бы лесной квартал стоял на кадастровом учете, сегодня бы постановки на кадастровый учет, соответственно, не было бы. На этой неделе суд свой вердикт не вынес. А между тем в районе назревает еще один земельный скандал. С паевыми землями, которые еще по указу первого президента России Бориса Ельцина о приватизации сельхозземель в начале 90-х, были розданы работникам совхоза Сыктывкарский. На землях с уникальной системой мелиорации стали появляться индивидуальные дома. А там, где раньше росла капуста и турнепс, выросли коттеджные поселки. Теперь эта территория тоже может стать предметом судебных разбирательств. Это мелиорированные земли. Что их когда-то в начале 60-х годов эту мелиоративную систему построили. В начале 70-х годов эту мелиоративную систему реконструировали. И, извините, с тех пор ни копейки в эту систему не вкладывали. Она разрушалась все эти годы. Понимаете? Ни копейки не было вложено. Сейчас собственники, которые получили эту землю, оказались в ловушке. Они попадают под проверки, их штрафуют. Число владельцев паевых земель больше полутысячи. Прокуратура района завалена многочисленными жалобами пайщиков. В сентябре надзорный орган потребовал привести градостроительный план Вильгарта в порядок. Что из этого получилось, мы расскажем через неделю. Негромкая дата недели. Полтора года назад в Коми произошел раздел епархии. В южной части республики образовалась Сыктывкарская и Комизурянская. В северной – Воркутинская и Усинская епархии. Процесс непростой, вызвал в то время немало вопросов и даже кривотолков. Но сейчас можно смело говорить, что решение, принятое патриархом, только укрепило православие в нашем регионе. Духовная поддержка пришла в северные города и районы именно в тот момент, когда была особенно необходима. О том, как это было, поведает Любовь Лапина. В лучах предзакатного солнца из-под купола Звонницы на жителей Заполярья нисходит Божья благодать. Это конец апреля. Большой пасхальный звон в Воркуте устраивает именитый столичный звонарь. Сотрудник Московского Кремля Константин Ишуровский. Еще недавно о таком православной заполярной кочегарке промышленного города на окраине в Севере могли только мечтать. Очень красиво, очень хорошо. Просто прямо благодать такая на душе. Мы считаем, что для Воркуты это знаменательное событие. Посмотрите, колокола звонят, как красиво, как звонко, как звучно. Пусть эти колокола призывают ангелов, которые бы хранили наших жителей и отгоняют от нас все невзгоды, беды и печали. В этих словах рядовых прихожан вся суть. Жизнь в городе шахтеров не из простых. И дело даже не в суровых природно-климатических условиях. Здесь знают, что такое тяжкий труд под землей на глубине нескольких сот метров. И знают, каких горьких слез порой стоит поднятый на поверхность уголь. Раздел епархий в Коме произошел в самый нужный период. Воркута еще только пыталась оправиться от новой страшной трагедии. Было ясно, жителям просто необходима духовная поддержка. И она пришла с новым епископом и епархией. Окончательное решение, разделе священным синодом и выбор кандидатуры на столь высокий пост были сделаны в довольно короткий срок. Всего за неделю владыка Иоанн прошел путь от обычного монаха из шульской епархии к епископу. Хиратонию провел святейший патриарх верное воскресенье. А уже спустя менее чем через неделю владыка прибыл на северную землю. Здесь его встретили с особыми надеждами. Конечно, город ждет в первую очередь духовный подъем. Особенно на фоне той трагедии, которая произошла месяц назад. Конечно, хочется, чтобы горожане еще сильнее сплотились. Ну и чаще обращались к Богу. Потому что у нас так водится, что к церкви, к Богу, обращаемся только тогда, когда действительно какая-то возникает трагедия. Надежда не только на духовный подъем, но и на помощь, в том числе возрождение самой Воркуты. Жизнь на Крайнем Севере мало кого прельщает. А потому в вопросах развития Арктики поддержка нужна со всех сторон. В том числе и от Русской Православной Церкви. И сегодня, спустя всего полтора года, как владыка Иоанн прибыл в Заполярикоме, настроение в городе существенно поменялось. Я бы не согласился с тем мнением, что Воркута сейчас некий такой депрессивный угол. Напротив, мне кажется, сейчас за последний год-два такая позитивная динамика наблюдается во всех проявлениях жизни воркутинцев. В Воркуте продолжается строительство храма святой великомученицы Варвары в память обо всех погибших горняках за многие годы работы шахт. Сейчас уже завершен сруб. Участие в его оплате приняла компания Воркута-уголь. Теперь предстоит решить вопрос о его перевозке из Пашги в Заполярье. Определились епархии с окончательным видом Спасского кафедрального собора. Освящение закладного камня в его основании прошлым летом провел святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вот у меня 70 лет в этом году будет. Я даже не заметил, как эти 70 лет прожил. Это мгновение. И если дальше ничего нет, зачем мы вообще тогда живем? Приступить к строительству за это время пока не удалось. Земельный участок, на котором заложен камень, оказался оспариваемым. Но теперь судебный процесс подходит к завершению. Те люди, что претендовали на священную землю, оказались несостоятельны. А это значит, что уже не за горой, проектирование. Прототип у нас уже выбран. Я считаю, очень даже хорошо, что у нас была такая пауза, потому что мы оценили, во-первых, потребности, вот сколько людей вмещать должен кафедральный собор именно в Воркуте, вот в нынешнем состоянии, ну и предполагаемой динамике ее жизни. То есть, что собор-то будет не огромный, и, безусловно, меньше, например, чем Свято-Стефановский собор в Сыктывкаре, или даже Воскресенский собор в Усинске у нас. То есть, меньше вместимости. Прежде всего, потому что в Воркуте уже достаточно много храмов небольших, и, безусловно, прихожане в эти храмы ходят. Кафедральный собор не должен быть крупным, ведь это место, где прежде всего служат архиереи, проходят официальные службы и соборные богослужения. Пока в Воркуте для этих целей нет ни одного подходящего храма, ведь его отличительная особенность – значительный по размерам алтарь и небольшая вместимость. Всего на 500 человек. При этом уже известен и реальный прототип будущего строения. Это храм святого князя Александра Невского в Новосибирске, который был построен еще в конце XIX века. Красивый, но приземистый. Небольшой высоты, но достаточной площади. А самое главное – это теплый, северный храм. Первая и главная обязанность архиерея – чаще совершать богослужения. Традиционно так идет жизнь в других епархиях, когда епископы служат почти безвыездно в одном месте. Впрочем, эта история не про владыку Иоанна. Под его началом полтора года назад оказалась вся северная половина Коми. И сегодня можно смело говорить – за это время он побывал практически во всех ее уголках. Иногда 3-4-5 литургий в неделю получается, причем в разных местах. Часто бывает, что вообще 4 дня подряд и все 4 литургии в разных районах даже вот таким вот образом службы идут. Вот это главная духовная поддержка. Что касается числа, может быть, новых людей, обращающихся к вере или как-то более глубоко уже воцерковлять, что это, конечно, такой вопрос очень таинственный. Мы же не как многие там сектантские проповедники, которые бегают по улицам и кого-то зазывают. Но Господь все равно как-то призывает людей. Ижма и Усцельма покорили священнослужителя своей живой народной верой. Здесь чувствуется, что люди изголодались по богослужениям. И сами прихожане многое готовы делать своими руками, к примеру, восстанавливать старые храмы, как в Сизябске, самой Ижме и многих-многих других небольших селениях. Когда открываются храмы, чувствуется эта поддержка. Вопреки, казалось бы, скудным материальным возможностям людей, они собираются и местные администрации, представители населения действуют, что-то у них получается. Даже, скажем так, я этим летом оценивал сверх моих ожиданий. Вот как батюшки в простом селе Гам провели очень большие работы. То есть в этом году по восстановлению храма своего, в котором уже было богослужение. Сейчас в Иркутинской и Усинской епархии в стадии строительства семь храмов. Еще в пяти идет реконструкция. Большую помощь в этом деле оказывает и недавно созданный в Коми фонд преемственность. Впрочем, в этом деле дорога поддержка абсолютно каждого. И также каждого, в свою очередь, церковь готова поддержать духовно. Одно из самых важных предназначений человека – дарить радость другим людям. И если к концу жизни он так и не научился это делать, то жизнь, можно смело отсказать, прожита зря. Это самое главное правило жизни епископа Иоанна. И именно эту мысль он так старательно пытается сейчас донести до всей своей епархии. И еще о благих начинаниях. В деревне Новик-Бош возрождают музей традиционных тряпичных кукол. Развивать его жителям Усинской деревни помогают нефтяники. На грант от компании «Лукойл» теперь хранители народной культуры смогут ездить по всей республике. Все подробности у Любови Филиповой. Мы находимся в самом начале нашего музея. Здесь вас встречают колдуны, кот-чародей. Мысли здесь оставляем все плохие, ведь впереди нас ждет обряд – звон колоколов. Недаром этот звон считался магическим. Все плохие мысли оставляем позади и проходим в дом к нашей кукле. Так гостеприимно и радушно встречают нас жители деревеньки Новик-Бош. Эти нарядные дети – активные помощницы в музее куклы. У каждой сегодня своя роль – кормилица, кукла с ляльками, кукла-десятиручка, коза рождественская, женское счастье. По обычаю тряпичных кукол в древние времена мастерили без лиц. Так они становились неодушевленными и, как считали люди, недоступными для вселения недобрых сил. С необычными тряпичными игрушками местный дом культуры выезжает и в другие населенные пункты республики. Кукол дарят и продают. Говорят, это местная гордость всего Новик-Божа. Сейчас же появилась идея старинной игрушки оживить, приодев в них самих детей. Наши терения далеко находятся от города. И проблема сейчас нам привозить сюда гостей. Кто может приезжать, мы открываем музей, показываем музей. И идея нашего этого гранта, чтобы мы могли наших вот этих детей, наших участников, наших этих оживших кукол привезти в город. У нас мечта побывать в городских школах, чтобы мы детям могли это все показать. Проект получил подходящее название. Кто в куклы не играл, тот счастья не видал. Увидеть это самое счастье детям помог конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукойл». Благодаря гранту появились деньги на выездные выступления. Теперь о традиционных древних развлечениях узнают жители всей республики. А это куколки игровые. Ими играли мальчики. Надо было сбить шапку. Кто первым собьет шапку, тот и выиграл. Победителей двое. Мастерством здесь увлекается и стар, и млад. Даже староста деревни внесла свой вклад в музей куков. Игрушки из травы, явление необычное, успели заинтересовать многих деток. Вот самый любимый мой петушок. Я сюда пришла, повесили и смотрю, не хватает здесь что-то. И быстренько домой пришла, и вечером начала петуха. С девяти вечера и до трех часов утра. Выездные гастроли живых кукол далеко не единственный подарок нефтяников. Продвигать культуру здесь получается и в других направлениях. Это буклет традиционного творческого фестиваля «Ёлга». Он проходит в Новикбожию уже 17 лет. Артисты приезжают из соседних, даже самых дальних населенных пунктов. Захарвань, Денисовка, Акись, Мутный Масерик, Шульебош, Пусть-Лыжа, Устюса, Кова, Усинск. Каждый раз не менее двухсот участников. Сохранить и где-то запечатлеть историю такого масштабного фестиваля в Новикбожском доме культуры хотели давно. Ну и вот выпал случай. Нефтяники выделили грант на создание буклета о нем. Опечатали 300 экземпляров. Теперь радушные новикбожцы дарят их всем гостям фестиваля и местного дома культуры. К слову, над созданием буклета работали даже школьники. Это Данил Святоха. Он на протяжении нескольких лет собирал историю этого фестиваля. Он участвовал в программах и в Устинске, и в Сыктывкаре. Защищал этот проект, защищал эту историю этого проекта. И весь текст, который здесь есть, это его. Сохраняя прошлое, создаем будущее. Так назвали проект сами новикбожцы. И в деревне, кажется, все дышит этой мудростью. Детей с детства приобщают к истории культуры. Впрочем, не оставляют без внимания и современные развлечения. Благодаря Лукоилу в деревне появилась игровая площадка. Есть здесь качели и горки, и даже детский скалодрум. Яркие игровые модули для будущего городка приобрели еще зимой. А летом новикбожские детишки уже играли на новом месте. Дружба нефтяников и жители Устинской деревни надеются и те, и другие продлиться еще много лет. Такими были некоторые детали этой недели. Увидимся на следующей. До скорой встречи.